город дудинка по сути это режимный объект иностранцам сюда въезд запрещен нужно оформлять специальные пропуска но для граждан россии пожалуйста можно прилететь в аэропорт либо прибыть в порт либо приехать так как это сделали мы на машине и никто этому препятствовать не будет но для того чтобы двигаться дальше на север в диксон хатангу либо поселок араул нужно оформлять пограничные пропуска еще на материке в москве я подавал заявление через почту через госуслуги которые кстати не работали потом по обычным почтовым переводом отправлением провел заявку на оформление пропусков пропуска нам выдали соответственно дальше мы можем двигаться без препятствий но тем не менее все три дня сколько мы здесь находимся в дудинке каждое утро мне звонят пограничники я уже стал даже не перестал удивляться и меня будет и просят прибыть к себе на мой вопрос для чего они сказали ну ну просто приедьте сегодня мы заехали они отсканировали мой паспорт еще раз хотя он наверняка у них был посмотрели пропуска сказали молодцы ребята давайте дальше информируйте нас мрд 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 С 1935 по 1956 год На территории Таймыра действовало одно из больших отделений ГУЛАГа под названием Нариль-Лаг Через Нариль-Лаг прошло от 300 до 500 тысяч человек Очень трудно восстанавливать судьбы этих людей Потому что тем, кому посчастливилось отбыть свой срок, они, как правило, уезжали с территории И старались не вспоминать об этом периоде своей жизни Здесь наши сотрудники нашли все-таки тех людей, которые отбывали срок и остались жить в Дудинке Это, например, Одинцов Николай Алексеевич, который в 18-летнем возрасте попал сюда на Таймыр И прожил здесь всю свою жизнь Только уже будучи глубоко пожилым человеком Почти под 90 лет ему было, когда он отсюда выехал Он был директором лесозавода Позднее мы узнали о судьбах других людей Например, вот это комплексы, которые рассказывает о Беринге Владимире Михайловиче Беринг — это прямой потомок Витаса Беринга, который когда-то осваивал наши северные территории, командор А это вот его прямой потомок И его судьба очень трагична Это был талантливый конструктор, который занимался разработкой оружия, пушек в частности И вот тоже по причинам, независящих от них То есть там, возможно, где-то не успевали какие-то сроки Был обвинен во вредительстве Его приговорили к расстрелу Потом расстрел заменили десятилетним сроком Вот сослали сюда, в Дудинку Приговор его был пересмотрен И все-таки его приговорили к высшей мере наказания И здесь, в Дудинке, он был расстрелян В 33-е годы осваивался не только Запад Таймыровский, но и Таймыровский, но и Таймыровский Стояла задача найти нефтеносные жилы Какие-то еще, возможно, уголь и прочее То есть найти какие-то месторождения, которые бы позволили кораблям Следующим по Северному морскому пути как-то дозаправляться Именно глубоко на севере И поэтому начинается разработка этих месторождений Были найдены нефтеносные жилы Уголь найден был, соль Обнаружена залежи соли И вот там был образован поселок Где началась разработка этих месторождений Данные о том, что там работали вольнонаемные люди и так далее То все-таки, даже исходя из логики вот этих цифр Что возник он в 30-е годы Закончил свое существование в 56-м году Поразительное совпадение Поэтому этот вопрос остается в подвешенном таком состоянии Это достаточно труднодоступная точка В 90-м году Норильским обществом мемориал Была такая экспедиция организована Но, кстати, они не единственные, кто туда попал и стремится И вот в ходе этой экспедиции Они там нашли много артефактов Которые они, собственно говоря, сдали в наш музей Еще хотел порекомендовать вам очень полезную и нужную вещь Автохимия, автокосметика компании Русеф Русеф – новая российская компания Которые недавно вышли на рынок И представили широкую линейку средств по уходу за автомобилем И в том числе различные смазки и аэрозольные распылители В моем случае вот этот комплект Были еще смазки, они уже закончились Я там по дороге оставил, подарил ребятам кое-что Благодаря компании Русеф мы успешно добрались до Дикс Мы успешно вернулись обратно Сейчас в новом Уренгое делаем небольшое ТО И я еду дальше Рекомендую вам, друзья, пользоваться автокосметикой, автохимией компании Русеф Это то, что проверено Арктикой То, что работает, то, что не замерзает Ссылка в описании Заказывайте, пользуйтесь Я думаю, моя рекомендация для вас чего-то достоит Сейчас мы подошли, наверное, к основному экспонату Посвященному приурочной к нашей поездке Мы все-таки едем на Диксон И наша экспедиция приурочена к 75-летию окончания Великой Отечественной войны Если вы помните, то я говорил о том, что мы снимаем фильм о людях севера И о том, какую роль север, в частности Арктика, Дудинка, Диксон и следующие поселки Сыграли в победе Великой Отечественной войны И сейчас нам расскажут, расскажете, да? Да, конечно Немножко как раз об этой части истории Дудинки Конечно же, один из таких важных эпизодов, который произошел в 1942 году Это был бой на Диксоне То есть мы всегда говорим о том, что мы находились в глубоком тылу И было сложно предположить, что здесь могут быть какие-то боевые действия Но, тем не менее, это произошло В 1942 году немецким командованием была поставлена задача разведать северный морской путь И постараться, значит, проложить чуть севернее нашей линии Проложить свою линию, чтобы немецкие корабли тоже могли пользоваться этим северным морским путем И для этого был снаряжен тяжело вооруженный крейсер Адмирал Шер, так и называемый карманный крейсер Среди задач, которые были поставлены перед этим кораблем Это как раз было уничтожение конвоев Конвои – это корабли, которые перевозили продовольствие Оборудование и так далее И кроме этого, значит, вот разведывание ледовой обстановки И вот с такой задачей Шер отправился в наши моря Очень долгое время он оставался незамеченным Первое такое столкновение произошло около острова Белуха Где наш корабль Александр Сибиряков Вообще это исследовательское судно, которое вот дважды прославилось в истории Первый раз – это когда они совершили проход в одну навигацию И второй раз – это вот их героическая гибель То есть Александр Сибиряков заметил незнакомый корабль Которые, в общем-то, они не предполагали, что в этих широтах должны быть Ну, вообще какие-то корабли, тем более вот незнакомые И там начались переговоры То есть немцы сначала хотели схитрить Представились, что это японское судно и так далее То есть это тоже целая история Но потом сибиряковцы, они поняли, что они встретились с врагом И поэтому они передали в прямой эфир А это было строжайше запрещено в условиях военного времени Значит, давать незашифрованные сообщения в эфир Но тем не менее, вот они успели сообщить Что они встретились с немецким крейсером, с немецким кораблем Что вот враг совершенно недалеко И можно сказать, что тем самым они, в общем-то, определили судьбу Диксона То есть об этом узнали на Диксоне И таким образом сумели, успели подготовиться к приходу Шейра к Диксону Очень много существует различной и там советская историография И немецкая историография Да, как все-таки, что это было? Мы считаем это нашей стратегической победой Потому что ни одну из своих задач, которые ставило немецкое командование Перед этим кораблем, адмиралом Шейром Ему выполнить не удалось А мы отстояли свою территорию с достоинством И, в общем-то, показали боевой дух в любых условиях Минимальное количество вооружения и прочее Мы, тем не менее, дали отпор И считаем, что это героический эпизод в ходе Великой Отечественной войны Мы, тем не менее, дали отпор Городообразующее предприятие на Дудинке Это морской порт Причем, порт стоит на Енисей Это река, но порт считается морским Этот порт является точкой снабжения для норильского комбината Для норильского никеля Собственно говоря, все поставки в Норильск происходят через этот порт И вся продукция из Норильска выбывает и вывозится точно так же через этот порт Это единственный круглогодичный порт, который каждый год стабильно затапливает Но для того, чтобы краны не разломало, льдами Периодически в межсезонье их достают, демонтируют из воды А потом, когда проходит наледи, проходит паводок Их намонтируют на место Собственно говоря, этот порт работает круглогодично Ребята, вы знаете, насколько я ответственно отношусь к своей жизни К жизни тех людей, которые со мной путешествуют Поэтому обязательно, когда я выезжаю на сложные маршруты В частности, на север Всегда регистрируюсь в спасательных службах Перед выездом в Новом Уренгое я зарегистрировался в местной спасательной службе Нового Уренгоя И ребята, пока мы ехали по дороге Ребята передали нас из рук в руки Собственно говоря, ГУЧС Служба спасения города Дудинка Сейчас мы приехали сюда, познакомились, лично пообщались с руководством Спасибо им огромное Кстати, они нам очень помогли Они предоставили нам свой теплый бокс Где мы отогрели машину, отремонтировали, привели в порядок И сейчас будем дальше двигаться Поэтому, друзья, если вы собираетесь ехать на север Будьте, пожалуйста, аккуратны И относитесь внимательно к своей жизни К своему здоровью Напишите заявку Позвоните, предупредите Что я такой-то еду туда-то Вот мой маршрут Лучше еще возьмите спутниковый маячок себе в машину положите Чтобы сотрудники потом, если вдруг придется что-то вас спасать Чтобы они хотя бы знали, где вас искать, где вы находитесь Потому что вот сейчас мы пообщались На самом деле, как бы не было парадоксально Но очень много людей, которые до сих пор не понимают всей серьезности ситуации Которая может с ними произойти по пути И потом их, конечно же, будут искать Их никто не бросит Поднимут вертолеты, если надо будет Поднимут всех людей Но это будет очень сильно затруднительно И надо понимать, что если человек потерялся Если что-то случилось Важно оказать помощь на первые 2-3 дня То есть дальше, да, дальше тоже будут искать Но с каждым днем Пребывание, так сказать, в сложных условиях, в суровых Вероятность на сохранение жизни очень низкая Перед 15-летним управлением было принято решение Что у нас очень много материалов Которые достойны, в общем-то, музея Ну, музеем эту комнату не назовешь Это у нас комната истории В 2002 году мы ее начали создавать Создали мы ее полностью своими силами Собрали у кого что было из ребят Оставалось со старых экспонатов Ну, у нас такая теперь есть комната истории Куда мы приводим подростков, детей Рассказываем о нашей профессии В общем-то, занимаемся в том числе и профориентационной работой Мы находимся в ЕДДС, в дежурной части И здесь у них такой большой информационный экран На котором они, ребята, мониторят нас в том числе И своих служб Сейчас, допустим, у них идут впереди Пошло два трекера на Воронцово У них тоже есть спутники Спутниковые трекеры, отслеживание Они за ним наблюдают Соответственно, мы сейчас, когда выйдем на маршрут Здесь появится еще один экран с нашим трекером Тоже за нами будут наблюдать И впереди идет группа ребят Сборная команда из Перми У них тоже есть свой трекер и за ними тоже наблюдают То есть это безопасность Это очень здорово Если вы включите в свой бейджет Если вы не включите, вы уже не увидите? У нас всегда включен Ну, у нас за прошлый год Поисково-спасательных работ в Тундре больше полсотни Да, то есть, если считать, что это у нас Они не бывают так, что поехал, через два часа вернулся Это как ушел, это сутки минимум А так, в основном, переходящие на двое суток и на трое суток Ну, это, где-то говоря, дней 150 в году кто-то находится в Тундре А какой штат у вас? Ну, у спасателей 20 человек Просто управление у нас еще занимается вопросами гражданской обороны Чрезвычайных ситуаций То есть это и планы, это и кадры, это и секретка, это и бухгалтерия А реально спасательными работами занимается 20 человек Плюс еще дежурная служба 11 человек Помогаем в медицине Вопрос в чем? Все ступища у нас завязаны на санавиацию Если санавиация может работать, она работает Бывает так, что по 2, по 3, по 4, по 5 дней погоды нет Если мы можем дотянуться до ступища Или до точки, где находятся коренные жители нашего района Тогда мы выходим с врачами Оказываем там помощь или до прибытия вертолета Или вывозим Вот в этом году только у нас уже два случая было Ну, как правило, находим всех Если они реально, если они ушли, да, где-то в Тундре Он где-то все равно появится У нас группа прошла обучение по работе с беспилотниками У нас есть и самолет, и квадрокоптер Ребята знают и оцифровку Имеют инфракрасный там этот Очень хорошо Вот я сам ездил, смотрел Особенно, не знаю, как летом и зимой смотрели Но, глянь, даже следы видно Вот он прошел, и видно следы температуры Много другие, с высоты видно точечки красненькие Как следы Поэтому, ну, реально, пока искать не приходилось Хотя выезжали Ну, в принципе, так пока всех находим Это единственный круглогодичный порт Который каждый год стабильно затапливает Допустим, на поводок у нас взрывники свои подготовлены При необходимости можем проводить взрывные работы Все прошли обучение в Ногинске Взрывные работы Водолазы у нас, там, пять человек водолазов Работаем, ну, к сожалению, утопленники тоже бывают Работаем по утопленникам Работаем по кораблям, когда вращаются там Троссы на винты намотали Или еще что-нибудь в подводной части осматриваем Субтитры сделал DimaTorzok Двадцать единиц у нас Двадцать семь единиц, по-моему Вместе с лодками Нет, почему? У нас, ну, катера, вы видели, стоят около гаражей Одно судно у нас большое, двадцатиметровое Типа Ярославец В порту, в причале стоит Сейчас на берегу стоит Подняты А так, ну, она медленная, она, конечно Но зато она Используется как водолазный бот Если что, какие водолазные работы проводим На якорь становимся, и водолаз с него работает У него рампа сделана снизу Лестница опускается, воду водолаза работает Ну, интересно будет, можно туда поехать, посмотреть Ну, честно говоря, работы меньше не становится Таймыр начинает сейчас осваивать Сильно природные ресурсы Поэтому много зашло компаний, которые занимаются на территории Поэтому количество людей увеличивается Начинаем с ними работать Потом в Таймыр есть большая программа по развитию туризма на территории Поэтому все группы, которые заходят Вот мы берем на контроль Вот буквально перед вами группа на Диксоне, да Перед ними группа с Хатанги Иностранцы летали на Северный полюс Через пограничников, тоже держим их на контроле С ними на связи Вот сегодня, вчера они прилетели в Хатангу Сегодня они планировали вылететь в Красноярск В прошлом году у нас на контроле было больше 30 туристических групп Вот именно не те организованные, которые приплывают на пароходе Там посмотреть достопримечательности А именно вот, которые, как вы, дикари, скажем так С каждым годом жестче становятся условия Вот хорошо у вас есть трекер, хорошо у вас есть спутник У некоторых бывает маячок, бывает там Потом мы обязательно, если бы вы заранее позвонили бы нам То, что мы позвонили с вашими ребятами Точнее, они вас нам передали Сказали, что вы встали там на учет у них И они нам передали Допустим, мы у нас, когда на регистрацию становимся Мы разговариваем по поводу страховки Для чего? Понятно, что если будет что-то плохо То авиация к вам вылетит всегда А вот если вы пропали всей группой Вот кто напишет заявление, что с вами что-то случилось Что-то случилось На основании чего я должен поднять вертолет В конце концов, он, конечно, будет поднят В любом случае нет, да Но эти расходы несет администрация Если вы оформляете страховку То понятно, что мы работаем А страховку вам потом администрации возмещают расходы Поэтому есть свои нюансы Про которые мы стараемся людей заранее уведомить Но хотя отсутствие страховки не запрещает никому Это пока еще на фоне того, что правительство хочет ее вести Но пока это не обязательно Дудинка – это город, в котором, скажем так, прошло мое становление Я после училища военного попал сюда И связал с Севером всю свою жизнь Десять лет я служил в Министерстве обороны Потом при организации здесь управления по делам гражданской обороны Мне было предложено работать здесь Я с радостью согласился И вот уже больше двадцати лет живу на Севере У меня дети здесь выросли, школу закончили У каждого человека когда-то придет момент, когда мы уедем с Севера Но пока в ближайшие годы не планирую Мне интересна эта работа, мне интересна эта жизнь, которая у нас здесь на Севере Я здесь живу, я каждый день с радостью иду на работу И каждый вечер с радостью иду домой Праздник 9 мая – это для меня священный праздник У меня во время войны Великой Отечественной служили два деда Один был на Дальнем Востоке, второй был в действующей армии на Европейском театре военных действий Отец у меня офицер В детстве я вырос на примерах пионеров-героев Для меня матросов и Гастелло – это не просто фамилия Это герои, на которых я рос Подвиги которых я рассказывал своим детям Я горжусь своими дедами Мы сейчас в семье провели такую беседу Мы сейчас пытаемся нашего деда внести в вахту памяти Внести эти фотографии в те сайты, которые предлагают И уже три года подряда мы портрет нашего деда носим В фотографии носим на демонстрациях бессмертного полка Я горжусь тем, что мои деды принимали участие в этом подвиге В защите нашей Родины Я люблю и помню их, и буду помнить, наверное, всегда Наверное, так Субтитры делал DimaTorzok Что за проблемы с тачкой решаешь? Нет проблем, все уже почти решили Сейчас такой проводом нормитель поможет вам, наверное, сделать небольшую сварку Какую-нибудь историю, что они ставят трубки Все поставим, поедем Лебедку сделали Собственно, там, наверное, все, что у нас без проблем было Ну, а дальше, на самом деле, погода В самом деле, погода не летная для нас Мы отсюда с дудинки не выйдем Дальше, чем на километр С такой погодой Поэтому, в принципе, развлекаемся, ждем Ну, а как? Мы лучше, в общем, посидим в дудинке в тепле Как бы и в цивилизации Чем рубиться там километр, час И сжечь топливо Тем более, дальше у нас топлива серьезная проблема Но топливо не подтверждают пока Нигде От слова совсем От слова усиленно совсем Ну, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok